Чиканчик полетел, Свена пока что законтролировали, приходит Дум-Дум, сейчас может, кстати, выдать всё-таки свой ультимейт, но не туда, надо было как-то Оракла попытаться, вот он, Оракл уже пошёл, пошёл под сейв под Свена с помощью ультимейта Оракла, ну, Оракла, подтяните, убейте, Свена-то ещё получится, скорее всего, вот, пожалуйста, минус Оракл и минус, кстати, Свен, хотя тот на развороте ещё разваливает Дума, ну, это минус 2 в 1, тут, кстати, лассо от Бэтрайдера полетело в ЦК, не самый лучший, конечно, момент, Шиннингу, кстати, есть возможность подтянуть этого Бэтрайдера, Ну, тут посмотрите, как быстро засыпается иллюзия Шиннинга, во-первых, это пассивка Разора, во-вторых, это Файрфлай, тут ещё Ротфатос, господи, куда же они? В Лакверк подтягивается вся команда ЦК, прожимает свой ультимейт, будет сражаться, но тут, ой-ой-ой-ой, Дум получает Свен, он в БКБшке, ему вообще плевать на всё это дело, статиклинг пошёл по ЦК, и ЦК здесь сейчас просто потеряет весь дэмэдж, ну, посмотрите, там просто Разор застакал уже свой ультимейт, и ультимейт его просто сейчас уничтожит, хотя продолжает контролировать, сейчас можно ещё 40 рублей там сыграть, Ну, там уже погибает Дум Леон, это как бы КП классики, Шиннин, кстати, здесь всё равно никуда не уходит, погибает последней тычки Разора, она очень больная, тут же ещё Лешака подцепили, Лешака также никуда не отпускает, это минус 4 у него, что у Разора имеется, здесь заходит Дум, а вот Дум 12, кстати, ну, что-то на девяточку поменьше будет Так, Ассо полетело, вытягивает, пытается Лешака, в это время проблема, Дум, Дум погибает Лешак, погибает Леона здесь тоже заберут по классике, ну, и вот нужен тройничок, тут же ещё на четвёртого можно что-то сообразить, забирают Пака, и ЦК отсюда тоже никуда не уйдёт, GG прописывает команду Эклипс, и игра заканчивает со счётом 38-15, потому что ЦК здесь погибает Ой, 39-14, прошу прощения, 39-14, это у нас нечётный счёт, значит, катка нечётная Там где-то 5-6 эфир был, и он назвал Све на свином, и такой, ух, уууу, бля, усюка, было жёстко Вот, там, кстати, Дум очень сильно проседает, пока на него как-то даже не обращать внимания, там Дум погиб, если что, на боте, да, тут так просто Не дают мне пока что управлять камерой, вообще никак, только не дают, нельзя нормально показать игру Дота ТВ почему-то заблокирована, печалька Сам пока двигается по нижней линии, подходит к Т1-вышке, Дум, правда, здесь уже имеется, съедает Крипа, ну, и тут можно будет ещё шок в ВМ Митюрхаммер в это время там пытаться, короче, они решили Митюрхаммерами просто закупаться, и, знаете, вот как раз против Пэлла, почему бы и нет Ну, Пэлл плевать, Штом Спириту тоже, там уже забрали просто шедо-шамана, Абадон здесь тоже, скорее всего, не жилец И ещё и Оракл также здесь погибнет в ответочку от Квиннов Пэйн Ну, кстати, она-то тут неплохо нарезает, Дум тут ещё вот так вот, вот так вот наваливает, но тут, по-моему, Квиннов Пэйн всё равно Забрав этого Оракла сейчас очень сильно об этом может пожалеть Ну, нет, пока живёт, не отпустили иллюзии Фантом Лансера, отпустил Дум Да, и штурма добить не могут, да это классика, это просто классика Обычное дело, когда в такие моменты происходят, обидно, конечно, за них так, Штурм Спирит, окей Абадон без ультимейта, да, абадон без ультимейта может погибнуть В итоге у нас тут сейчас ещё и подцепили Морфа, Морф погибает, и это минус уже 4 Игрока у команды Zeus Gaming, потеряют они бараки на центральной линии, Дум здесь выходит, пытается что-то сделать, не знаю, Дум... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!